Компания «Амтек» обратилась в краевой арбитраж с иском к Роспотребнадзору. Они оспаривают выводы ведомства о качестве продаваемой воды. За год плюс 20% в Центробанке отмечают прирост выдачи кредитов юрлицам, снижается и просроченная задолженность. Авиакомпания «Победа» может осенью и зимой запустить прямой рейс из Перми в Минеральные воды. Субсидирование направлений не рассматривается. Компания «Амтек», которая занимается продажей воды в киосках, обратилась в краевой арбитраж с иском к Роспотребнадзору. Они оспаривают выводы ведомства о качестве продаваемой воды. Компания, занимающаяся продажей воды под торговой маркой «Новолядовская», требует признать незаконным распоряжением Роспотребнадзора о проведении внеплановой проверки. Также «Амтек» заявило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета на осуществление дальнейших проверок со стороны ведомства. Суд заявителю в его просьбе отказал. Ранее, напомним, на основании материалов проверки экспертов, Мотовелихинский суд приостановил деятельность пяти киосков компании «Амтек» по продаже воды. Инспекторы выяснили, что пять из восьми отобранных проб не отвечают требованиям Санпина. За пять месяцев текущего года объем выданных кредитов юрлицам в Пермском крае увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 июня он достиг почти 134 миллиардов рублей. Данные привели в Прикамском отделении Центробанка. Из общей суммы корпоративным клиентам банки выдали заемных средств на 103 миллиарда рублей. Предприятия края также улучшили качество кредитного портфеля, снизив просроченную задолженность. Ее доля чуть превысила 5%. Основная доля в кредитном портфеле в нашем регионе приходится на обрабатывающее производство – 71%. Операции с недвижимым имуществом – чуть более 7%. Транспорт и связь – почти 8%. А также оптовую розничную торговлю – 7%. Регулятор также отмечает, в основном кредитный портфель увеличивали компании в химической и телекоммуникационной отраслях. Ну а снижение объема задолженности экспортно-ориентированных предприятий в Центробанке связывают с достаточным объемом собственных средств и благоприятной внешнеэкономической и рыночной конъюнктурой. Объем выданных кредитов компания малого и среднего бизнеса в регионе превысил 30 миллиардов рублей, что также на 20% больше, чем в прошлом году. Снизилась и просроченная задолженность. Ее доля теперь менее 15%. В российский лоук-острове компания «Победа» может осенью и зимой запустить прямые рейсы с Перми в Минеральные воды. Переговоры с перевозчиком, как отмечает издание «Коммерсант», ведет Пермский аэропорт. Сейчас «Победа» выполняет прямые рейсы с краевой столицы в Москву, Сочи и Анапу. Есть и рейсы в Минводы, но лишь с пересадкой в Москве, которая составляет 9-10 часов. Цены на билет в один конец начинаются от 7 тысяч рублей. Если осенью перевозчик получит слоты на прямой рейс Минводы, то летная программа может продлиться до 29 декабря и возобновиться в январе до конца марта. Время в пути может составить 2 часа 45 минут. Перелеты до Минеральных вод в данное время осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро» по программе субсидирования. На поддержку этого направления краевые власти выделили 8,5 миллионов рублей. Рейсы выполняются раз в неделю по четвергам продолжительностью 4 часа 25 минут. Стыковка происходит в Самаре. Стоимость перелета в один конец 8-9 тысяч рублей. «ЮВТ Аэро» отмечает, что загрузка на рейсы по-прежнему хорошая. По данным издания, стороны, договариваясь о расширении сотрудничества Пермского аэропорта с авиакомпанией «Победа», не рассматривают возможности предоставления лоукостеру субсидии. И авиакомпания «Победа» еще не приняла окончательного решения. Курс доллара вырос на 18 копеек до уровня 62,44. Рубль пока находится под давлением из-за целого ряда факторов, говорят аналитики. Дешевеющая нефть в США инфляция Brent уже приближается к отметке в 70 долларов. И может на фоне спекуляции пойти вниз еще быстрее. Из внутренних факторов – ускорение внутренней инфляции, рост инфляционных ожиданий в связи с повышением НДС. Об этом заявили в Центробанке. Ускорение инфляции обычно негативно встречается инвесторами, вызывая давление на национальную валюту, говорят аналитики. Поэтому укрепления рубля в ближайшее время они не ждут. Депутаты и сотрудники филиала «Азот» проводят праздники для жителей своих округов, в том числе при поддержке культурно-спортивного центра «Азот». Одно из первых организовало мероприятие депутат городской думы по округу номер один Ольга Евтина, которая является заместителем директора филиала «Азот» по персоналу. Дети из некоторых поселков Березняков смогли бесплатно попрыгать на батутах, поучаствовать в играх и конкурсах. Кроме того, местные жители озвучили депутату несколько предложений. Среди них установка уличных фонарей в Нартовке и ремонт детской площадки в Зырянке. В ближайшее время праздники дворов организуют в своих округах все пять депутатов-азотчиков. Одни пройдут, они пройдут до середины августа. Спасибо, что выбираете РБК. До встречи.